Константин Сергеевич Станиславский. Моя жизнь в искусстве. Страница 177. Первая режиссерская работа в драме. Плоды просвещения. Нам посчастливилось получить только что оконченную тогда пьесу Льва Николаевича Толстого. Плоды просвещения. Она была написана им шутя для домашнего спектакля, потом поставлена и сыграна в Ясной Поляне. Все были убеждены, что пьесу не разрешат к публичному представлению. Нам удалось, однако, получить цензурное разрешение для закрытого спектакля. Имя Толстого было настолько популярно, что его новая пьеса могла выдержать и это тяжелое условие. Постановка плодов просвещения была поручена мне и явилась моим первым режиссерским опытом в области драмы. Пьеса Толстого представляет большие трудности для режиссера ввиду большого количества действующих лиц и сложности мизансцены. Я подошел к делу просто. То, что представлялось моему воображению, я по-прежнему показывал актерам, а они меня копировали. Там, где мне удавалось верно почувствовать, пьеса оживала. Там, где не шел дальше внешней выдумки, было мертво. Достоинство моей тогдашней работы заключалось в том, что я старался быть искренним и искал правды, а ложь, особенно театральную, ремесленную, изгонял. Я стал ненавидеть в театре театр и искал в нем живой, подлинной жизни. Не обыденной, конечно, а художественной. Быть может, я тогда не умел еще делать различия между той и другой правдой на сцене. Кроме того, я понимал их слишком внешним. Но и эта внешняя правда, которую я искал, помогла мне дать верную, интересную мизансцену, которая толкала к правде. Правда дразнила чувства, а чувство вызывало творческую интуицию. В этом спектакле, кроме того, мне помог случай, исключительно удачно распределивший роли между исполнителями. Большинство актеров были точно созданы для тех образов, которые они воплощали. В пьесе выведены аристократы, прислуга и мужики. Аристократов играли хорошо воспитанные люди со светскими манерами, что так редко в театре. Другие актеры оказались достаточно характерными для прислуги. А среди исполнителей мужиков был Лопатин, впоследствии вступивший в труппу нашего театра под псевдонимом Михайлова. Брат известного философа Лопатина – тот самый любитель, который пленил Толстого. Исполнение мужика в домашнем спектакле у него дома. Почувствовав хорошего актера, понимающего душу русского крестьянина, Толстой написал ему большую роль, вместо прежней, состоявшей из нескольких слов. В постановке «Плодов просвещения» имели большой успех многие из будущих артистов художественного театра. Самарова, Лилина, Лужский, Михайлов, Артем, Александров, Санин, а также под псевдонимом Комина – Комиссаржевская. Этот спектакль научил меня и административной стороне режиссерского дела. Нелегко починить себе группу актеров в минуту их нервного творческого напряжения. Наш организм капризен, причудлив, и надо уметь держать его в повиновении. Нужен режиссерский авторитет, которого в то время у меня еще не было. Но я побеждал товарищей своей фанатической любовью, трудоспособностью и строжайшим отношением к делу, и прежде всего к себе самому. Первый, кого я штрафовал, был я сам. И это делалось таким убеждением, что не казалось позой опаздывания на репетиции, незнание роли, посторонние разговоры во время работы, выход из репетиционного зала без разрешения, карались мною с ожесточением, так как я знал, что беспорядок в театре может дойти до той разнузданности, от которой я бежал из любительских спектаклей. Лишнее фронтовство, особенно у женщин, изгонялось. Оно не нужно для работы. Флирт преследовался. Серьезной любви сколько угодно она тянет ввысь. Стреляйтесь ради женщины, топитесь, умирайте, но нельзя допускать мелкого поверхностного щекотания чувства. Это создает атмосферу пошлости и тянет вниз. Так по-пуритански рассуждал я тогда. Наша бедность не позволяла нам мечтать о роскоши прежних декораций, а ведь хорошие декорации для любителей спасения. Сколько актерских грехов прикрывается живописью, которая легко придает всему спектаклю художественный оттенок. Недаром же так много актерских и режиссерских бездарностей усиленно прячутся на сцене за декорацией, костюмы, красочные пятна, за стилизацию, кубизм, футуризм и другие измы, с помощью которых стараются эпатировать неопытного и наивного зрителя. Наоборот, при плохих декорациях, которые не скрывают, а выставляют на первый план актера и режиссера, прятаться не за что. И нужно хорошо играть, надо рассчитывать только на то, что ценно в самой сущности произведения. Мы честно старались передать то, что было так прекрасно написано Толстым и откликались на все живое, что находили в пьесе. В роли, в мизансцене, в костюме, в декорациях, в себе самих, в партнерах, в случайностях спектакля. В тех местах, которые сами собой не почувствовались, было мертво и пусто. И там мы просто говорили в темпе, скользя по тексту, чтобы не задерживать хода спектакля. Он имел совершенно исключительный успех и неоднократно повторялся, отчего материальные дела театра сильно поправились. Польза этой работы была в том, что я нашел побочный ход к душе артиста от внешнего к внутреннему, от тела к душе, от воплощения к переживанию, от формы к содержанию. Кроме того, я научился делать мизансцену, в которой само собой вскрывались внутреннее зерно пьесы. «Хорошее новое» в этом спектакле было лишь то, что не было допущено плохого старого. К началу следующего года был снят и отделан для охотничьего клуба «Великолепный дом на Воздвиженке», где прежде помещалась Московская городская дума. «С открытием клуба мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов. Это давало нам средства, а для души, по примеру плодов просвещения, мы решили ставить показные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения». Для такого спектакля была выбрана моя инсценировка повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Я решился приспособить ее к сцене, тем более, что вдова покойного писателя рассказала мне о том, что ее муж вначале готовил не повесть, а пьесу. Но он отказался от этого намерения, потому что хлопоты по проведению пьесы на сцену и получению цензурного разрешения для публичных спектаклей трудны, а Федор Михайлович нуждался в деньгах. Моя переделка повести была запрещена цензурой. Тогда по совету опытных лиц я изменил имена ролей, то есть Фому Апискина назвал Фому Аплевкиным, Обноскова Отрепьевым, Мизинчикову, Пальчиковым и тому подобное. В таком виде пьеса была разрешена цензурой почти без помарок. Роль дядюшки и вся пьеса «Село Степанчиково» имели для меня как артиста совершенно исключительное по важности значение, и вот почему. В репертуаре артиста среди большого количества сыгранных им ролей попадается несколько таких, которые давно уже сами собой слагались в его человеческой природе. Стоит прикоснуться к такой роли, и она оживает без мук творчества, без искажений и почти без технической работы. Это происходит от того, что душевный материал и оформляющие его процессы, благодаря случаю и совпадению, заблаговременно подготавливались самой жизнью. Роли образа созданы органически, самой природой. Они вышли такими, какими могут быть, иными они быть не могут. Их так же трудно анализировать, как и свою собственную душу. Такой ролью явился для меня дядюшка в селе Степанчикове. У меня с ним, естественно, произошло полное слияние, и были одни и те же взгляды, помыслы, желания. Когда мне говорили, что он наивный, недалекий человек, что он суетится зря, я этого не находила. По-моему, все, что волнует дядюшку, чрезвычайно важное с точки зрения человеческого благородства. Напротив, мне было стыдно за себя в этой роли, что я, старик, влюбился в девочку. Разве я ей пара? Говорят, Фома – мошенник. Но если он действительно волнуется за меня и проводит ночи в молитве, если он учит меня для моего же блага, он представляется мне самоотверженным. Спросят, почему я не прогнал Фому? Да разве без него? Я бы мог справиться со всеми старухами, приживалками и дармоедами. Они бы загрызли меня. Говорят, что в конце пьесы в дядюшке просыпается лев. Но я смотрю на это проще. Он сделал то, что сделал бы всякий, кто любит. Вникая в жизнь пьесы, я не вижу иного исхода для дядюшки, как тот, который он сам избрал. Словом, в пределах жизни пьесы я становился таким, как он. Постарайтесь понять это магическое для артиста слово – становиться. Дразнить и схватывать походку в их движение, давать платье и тело роли, говорит Гоголь, может и второстепенный актер, но схватить душу роли, стать художественным образом, может только истинный талант. Если это так, то значит у меня есть талант. Потому что в этой роли я стал дядюшкой, тогда как в других ролях я в большей или меньшей степени дразнил, копировал, передразнивал чужие или собственные образы. Какое счастье хоть раз в жизни испытать то, что должен чувствовать и делать на сцене подлинный творец. Это состояние рай для артиста. И я познал его в этой работе. И познав, не хотел уже мириться ни с чем иным в искусстве. Неужели же не существует технических средств для проникновения в артистический рай не случайно, а по своей воле? Только тогда, когда техника дойдет до этой возможности, наше актерское ремесло станет подлинным искусством. Но где и как искать средств и основ для создания такой техники? Вот вопрос, который должен стать наиболее важным для истинного артиста. Я не знаю, как я играл эту роль. Я не берусь критиковать себя и оценивать. Но я был счастлив, подлинным, артистическим счастьем. И меня не смутило то, что спектакль не имел материального успеха и сбора, не делал. Лишь отдельные лица оценили Достоевского на сцене, так же, как и нашу работу над инсценировкой. Знаменитый писатель, билетрист Дмитрий Васильевич Григорович, товарищи-сверстник Достоевского и Тургенева, прибежал в экстазе за кулисы, крича, что после «Ревизора» сцена не видела таких ярких, красочных образов. Гений Достоевского захватил его и воскресил в нем воспоминания, о которых я, однако, умолчу, так как не считаю себя в праве их оглашать, раз что сам Григорович не нашел нужным это сделать. Таким образом, в спектакле «Село Степанчиково» я сподобился познать истинной радости подлинного артиста-творца. А в следующем прочтении вы узнаете о встрече и знакомстве Константина Сергеевича Станиславского с Львом Николаевичем Толстым. Не пропустите это видео на канале. Светлана Белоусова Светлана Белоусова